15 апреля в Манеже Красная Звезда прошел областной фестиваль единоборств за президента. Своё мастерство продемонстрировали представители 14 видов боевых искусств. Поддержать спортсменов пришли более 5000 зрителей. Вы все знаете, что сегодня наши совпадные офицеры борются с рацизмом на территории России. И они сегодня защищают не только жители Донецка и Луганск. Они отличаются безопасность нам, живущих в Сибири. Вы хорошо знаете, что наш президент занимался воевременными донесками. Сам по карамеру Владимир Владимирович будет боевым. Он сформировал свой карамер на Фонтаме. Он защищал интересные страны, своими городами и народами на спортивной арене. А сегодня его уважают и боятся на международной арене. Спортсмены Федерации Тхэквондо МФТ продемонстрировали отточенную технику разбивания твёрдых предметов незащищёнными частями тела. Бойцы патриотического клуба «Десантник» блеснули искусным выполнением приёмов рукопашного боя и выразили свою поддержку российской армии и президенту. Своей композиции мы хотели показать, что мы поддерживаем нашего президента, нашу российскую армию. Сейчас мы владеем большим арсеналом приёмов. Сейчас мы выступаем на международных соревнованиях. А когда придёт время, мы будем достойно служить. Далее своё мастерство продемонстрировали спортсмены классических видов единоборств. Самбисты, боксёры, каратисты, бойцы ММА, борцы греко-римского стиля. Субтитры подогнал «Симон» В поединке под дзюдо вице-чемпион Сибири Егор Саблин выиграл у призёра всероссийских соревнований Эльдара Хайдарова. Дзюдо моментально не только тем, что им ещё занимается наш преликой президент Вадимир Владимирович. Но сегодня я из его арсенала тоже пару бросков сделал, такие как зацеп, подхват и спина с колен. Хорошие броски. Я хочу, чтобы побольше таких фестивалей было, чтобы наши юные спортсмены начали заниматься не только дзюдо, но и остальными другими видами спорта. Важным событием фестиваля стал поединок с участием двукратного чемпиона Паралимпийских игр в Токио по фехтованию на колясках Александра Кузюкова. Знаменитый спортсмен сразился со своим другом, чемпионом России Константином Бейчем. Александр одержал уверенную победу и поделился своими эмоциями со спортсменами и зрителями. Я хочу пригласить всех мальчишек, девчонок к занятию спортом, занятию линоборцем. Хочу сказать, что если вы хотите быть сильными, крепкими, уверенными в себе людьми, если вы хотите в жизни иметь возможность защитить себя, своих родных и близких людей и свою родину, вам это очень нужно. Друзья, все идите в спортзалы, становитесь сильнее и лучше. Всех обняв, всех любил. Спасибо моим землякам! Еще одним героем спортивной части фестиваля стал боец команды «Шторм Шлеменко Файт Тим» Артем Рафаль. Ярким завершением спортивной части программы стал поединок промоушена «Шлеменко Файтинг Чемпионшип». Омский боец уверенно техническим нокаутом взял верх над спортсменом из Магнитогорска Вячеславом Стариковым. Я очень горд быть последовательником Александра Шлеменко, всей нашей большой семьи. Я рад, что я здесь и что вам нравится то, что мы делаем. Нам нужно быть как никогда сильными, нужно поддерживать друг друга, развивать коллективное наше братство, мышление. Мы все одна команда. Кроме нас самих нам никто не поможет. Мы своими боями, кто-то своим. Все люди должны быть как одно целое. Вместе мы сила. Финальным аккордом масштабного праздника стало выступление группы «Буритон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова